Москва-Наринмар, Нагурская, Борнео. Неделю назад борт отвез молодых путешественников на дрейфующую станцию Северного полюса. И вот 8 дней спустя, с задержкой на сутки из-за непогоды, борт снова сел в Наринмаре, чтобы после дозаправки полететь в Москву. И уже оттуда молодые полярники поедут в свои родные регионы. Десятиклассник из Петрозаводска с Северным полюсом грязел с детства. Потом желание забылось, думал, нереально это, признается Андрей Хлеменков. Но оказалось, что и правда мечты сбываются. Все круто. Такие ощущения непонятные. Тут мы смотрим, тут дома, все есть, а там смотришь и все без крайности. Карелия, Тамбов, Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия. На этом борту только самые-самые участники Лыжни России, воспитанники общества Динамо, те, кто лучше других, прошел отбор. Жесткий, но необходимый. На 7 мест 300 кандидатов. Сначала отобрали 28, и уже потом в специальном тренировочном лагере в Карелии оставили семерых. Изучив основы походной жизни, получив навыки борьбы с трудностями, отправились в путь от дрейфующей станции Борнео, чтобы преодолеть последний градус широты 110 километров на лыжах по дрейфующим льдам с северного Ледовитого океана. Экстрим, да и только. На полпути к полюсу команда встретила канал открытой воды шириной в 300 метров. На преодоление этой полыньи в общей сложности ушло два дня. Когда одна группа уже людей была на половине этой пути, потому что у нас веревок-то не было, лед начал расходиться, и открытая вода появилась. И получилось так, что эти люди до конца санки не успели притащить, но и перекидывали их уже через воду. Мы держали там льдину. Преодоление полыньи, борьба с дрейфом, сутки без сна, но ни открытая вода, ни морозы до минус 30 градусов, ни поля торосов не смогли остановить юных путешественников. Наш коллега Евгений Сазонов, корреспондент «Комсомольская правда», к этой поездке готовился год. Вместе со всеми преодолевал десятки километров, а во время остановок и ночевок писал материалы и по спутниковой связи отправлял их в редакцию. Впечатления очень яркие, очень хорошие. Когда себя лишаешь многих, казалось бы, простых вещей, которые есть, то начинаешь по-новому вкус жизни чувствовать и вкус работы. Лед при особом севернополюсном освещении голубой, а от открытой воды идет пар. Ощущения от путешествия у каждого свои, но у всех очень яркие. Кому-то запомнилась встреча с белым медведем, а кому-то эта неделя дала особое ощущение жизни. Получила верить в то, что есть друг, на которого можно положиться, который поможет себе, то есть то чувство, которое здесь в обычной среде очень тяжело в себе почувствовать. Северный полюс, говорят ребята, место особое, о котором лучше не говорить, а побывать там. На полюсе им были установлены флаги России, общества «Динамо» и семи российских регионов. Подростки оставили на вершине мира герметичную капсулу с посланием на русском и английском языках. И, конечно, как заведено у настоящих полярников, юные герои совершили кругосветные путешествия вокруг земной оси и провели самый северный футбольный матч. Одна из наших философий – то, что ребята должны представлять разные регионы. Потому что они потом возвращаются в свои регионы, и они должны все-таки становиться такими маяками, вокруг которых будут собираться, кучковаться ребята и питаться от них какими-то правильными ценностями, правильным образом жизни. И они дальше, вот эта семерка, она, конечно, должна нести в мир, что такое Арктика и что такое путешествие. Пообщавшись с этими ребятами, понимаешь, Арктика манит, и с этим, пожалуй, не поспоришь. Антон Парахин, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Арктика манит.